НН-Радио. Гость в студии. 13 часов и 8 минут в Нижнем Новгороде. У микрофона Алексей Молев. Заходите на наш сайт nnradio.info. Включайте онлайн-видеотрансляцию. И повода, кстати, два сейчас. Во-первых, мы нарядили нашу студию на НН-Радио. У нас вся она огонечками моргает. Елочку мы поставили очень красивую. Ну а во-вторых, к нам сегодня пришел первый наш гость. Первый гость нашего новогоднего марафона. Так вот, у нас в гостях в студии Дмитрий Сахно, директор региональной лиги КВН Мешвуз. Дмитрий, приветствую. Привет, здрасте. Привет, Нижний Новгород. Привет, Леша. Ну, во-первых, поздравляю тебя с тем, что ты у нас вообще первый гость в нашем новогоднем марафоне. Это все-таки честь. Ну, в этой студии я себя уже чувствую как дома, на самом деле, потому что очень часто здесь. И меня это безумно радует. Ну, а новогодний эфир, да, наверное, я первый. Спасибо. Ну, сейчас все-таки хотелось подвести какие-то итоги уходящего года. Признаемся, год был сложным. Но, как мне кажется, вообще для КВНщиков, чем хуже, тем лучше. Всегда есть о чем шутить, по крайней мере. Илья, не прав. Абсолютно верно ты говоришь. На самом деле, чем больше информационных поводов, чем больше событий в мире, тем интереснее смотреть КВН, тем больше тем для юмора, да. Если говорить о 2014 году, то, наверное, у меня он связан же не только с КВНом, да. Я же веду и Comedy Club регион, и проект совершенно другим стал в этом году. В 2014 я непосредственно очень много путешествовал, и это безумно меня радует. И вообще этот год был очень классным, лично у меня, если говорить. А расскажи, где ты был, раз уж тема о путешествиях зашла. Это очень сложно вспомнить, потому что в 2014 году я был в Италии, в Турции, на Кубе, в Исландии, в Новой Зеландии. Пол Европы восточной я объездил, даже там не буду сейчас пытаться вспомнить эти страны, типа Словении, Словакии, Австрии. Там пообедаешь в одной стране, поужинаешь в другой. То есть я очень много путешествовал. Ох, всем бы таких путешествий, чтобы потом даже не вспоминать, где ты и был-то. Ну а все-таки давай перейдем к КВН, вернемся к нему. С технической стороны, эта сложная экономическая ситуация никак не повлияла, например, на посещаемость КВН? Люди по-прежнему... На посещаемость нет, все нормально, потому что, ну я человек, которого очень много сейчас ездит по другим странам, и я понимаю, что внутри России, в принципе, тот курс, который сейчас в евро или в долларах, он не сильно повлиял на внутреннюю экономику нашей страны. То есть у людей, как мы получали зарплату в рублях, так и тратим их в рублях, и это очень сильно чувствуется, если уезжать из страны. А внутри нет, нормально, то есть битком у нас был на финале, битком был на финале всех трех нижегородских больших лиг, это Лига КВН+, Лига КВН Гол и Лига КВН Мешвуз. На финалах везде были аншлаги, потому что интерес зрителей есть, интерес команд есть. Кстати, я бы вот хотел, в свою очередь, в пользу случаем выразить такой комплимент Лиге КВН Мешвуз, и в частности, наверное, вашему дизайнеру, потому что оформление билетов и плакатов, ну просто шедеврально, мне кажется, на высоте действительно, от одной просто картинки на билете мне уже хотелось сходить на игры КВН. Спасибо большое, да, мы над этим всегда работаем, хочется быть в тренде, хочется быть современными, интересными и в плане дизайна в том числе, да. А вот ты говоришь, что ты путешествуешь много по другим странам, а вот как с юмором в других странах? Удалось ли, допустим, побывать себе на каких-то аналогах КВН в других странах? И о чем шутят там, есть ли какая-то специфика? Нет, не удалось побывать, потому что, когда я уезжаю в другие страны, конечно, очень плотный там график, да, и хочется посмотреть красоту, но с людьми, с которыми общаешься, да, они все обладают чувством юмора, это всегда интересно. На мероприятиях посещать нужно очень хорошо знать язык той страны, в которой ты, да, и находишься. У меня английский, и тот не очень в совершенстве, поэтому не всегда я идеально понимаю то, что мне говорят, но, как я говорю, харизма, обаяние и улыбка, они решают любой вопрос. А я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Сахнул, директор региональной лиги КВН МИШУ. Заходите на наш сайт ННРАДИО.НФО и включайте онлайн-видеотрансляцию, потому что, ну, очень красивым, кстати, пришел к нам сегодня Дмитрий Сахнул. Да, 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 я... Что-то изменилось еще и в тебе, расскажи. В новогоднем я сегодня. Ну, в 2014 году, на самом деле, во мне очень многое изменилось, потому что с 1 сентября этого года я решил вести здоровый образ жизни. Ну-ка. Я полностью отказался от алкоголя, пошел в спортзал, и, собственно говоря, сбросил 21 килограмм. 21 килограмм, друзья. Вот за эти 3 месяца, да. И это, мне кажется, действительно повод зайти на наш сайт и посмотреть на замечательного Дмитрия Сахну, который сбросил 21 килограмм, начал вести здоровый образ жизни. Ну, и, наверное, как раз это и послужило его успехом, о которых он нам сегодня и рассказывает в эфире ННРАДИО. А давай опять вернемся к КВН. Вот многие говорят, что, мол, КВН уже не тот. Вот, по-твоему, он и правда уже не тот. Если сравнить первый год существования лиги МИШУ и вот нынешний, в чем разница между ними? КВН уже не тот, и об этом говорит и высшая лига, потому что жизнь уже не та. Все меняется, и КВН, как самый, наверное, актуальный из видов юмора, он подстраивается под все, что происходит. Меняются конкурсы, меняются команды, меняется стиль их подачи и поведения на сцене. И это очень здорово. На самом деле, КВН – это проект, который популярен до сих пор более 50 лет, именно за счет того, что там происходит постоянная смена тех людей, которые непосредственно выступают на сцене. Да, остается одна единая оболочка, но люди-то каждый год разные. И в высшей лиге, и в премьер-лиге, и во всех остальных лигах, и в нашей лиге КВН МИШУ. И именно за счет этого он не теряет своей актуальности, потому что люди, приходя, они вносят свое восприятие юмора, свое его видение, свои какие-то наработки и прочие вещи. И из-за этого, наверное, он всегда на плаву. Ну вот я в последнее время очень часто слышу разговоры даже не о том, что что-то меняется, а говорят, что вообще, мол, шутить-то разучились, все больше уделяют внимание каким-то больше фишкам, танцам, спецэффектам, нежели юмору. Вот что ты можешь ответить всем обидчикам? Ну нет, я с этим абсолютно не согласен. Просто танцы, песни, фишки, это все элемент шоу. КВН это шоу в первую очередь, тем более, если мы говорим о том, что он идет и по Первому каналу, да, и по каким-то региональным телеканалам. Зритель хочет видеть шоу, он не хочет смотреть просто на юмор, 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 юмор. Да, ему надо немножечко иногда и отдыхать, и слушать песни, и смотреть танцы. Это нормально, я к этому отношусь здорово, и я не считаю, что все это идет в ущерб непосредственно КВНу, как жанру юмора. Ну, высшая лига, премьер-лига, это все хорошо. Ну вот, у меня есть такое мнение, что у каждой лиги есть такой определенный свой шарм. В чем, по-твоему, шарм как раз Лиги КВН Межвуз? Ну, шарм ее в том, в чем она и задумывалась. Межвузовская Лига КВН. То есть у нас играют вузы всей Нижегородской области, не только Нижнего Новгорода, но и какие-то областные филиалы или разные города. Да, и шарм в этом, шарм в том, что в зале студенческий зритель, да, на сцене студенты, может быть, те, кто, ну, там, совсем недавно закончил, да, потому что мы именно стартовая площадка для КВНщиков, в принципе, всей Нижегородской области. Мы зовем всех и на следующий сезон 2015 года, который стартанет где-то, я думаю, что в феврале. И, естественно, если сейчас кто-то слушает и думает, куда пойти играть в КВН, вот я студент, только к нам, только в Межвуз, потому что, ну, это действительно то место, где очень теплый зал, потому что на сцене и в зале практически одни и те же люди, да, и близко то, что и то, о чем шутят люди со сцены, тем людям, которые сидят в зале. Наверное, для меня это вот очень теплый зал и очень такая студенческая, всегда актуальная, всегда современная, всегда интересная, всегда в тренде атмосфера, потому что я, даже подпитываясь этой энергетикой от ребят, от студентов, чувствую себя абсолютно сильно моложе, чем мне есть на самом деле. Ну, а я напоминаю, что у нас в студии в замечательном... Я думал, ты сейчас скажешь, но я напоминаю, сколько лет Дмитрий Сахно. Я думаю, что у нас в студии в замечательном свитере с оленями, в новогоднем свитере с оленями, директор региональной лиги КВН Межвуз Дмитрий Сахно, с которым мы подводим как-то итоги уходящего года. Вот, Дмитрий, я смотрю, ты пришел к нам не с пустыми руками. Да, я думаю, что всегда же прикольно приходить с какими-то маленькими подарочками. Мне сказали, что они должны быть новогодними, но я решил, что на самом деле купить что-то здесь в Нижнем Новгороде или в каком-то из магазинов и подарить это к Новому году будет неинтересно. Я принес два подарка нашим радиослушателям. Как принес? Один из них прилетел из Новой Зеландии, другой из них прилетел из Китая, из города Гуанчжоу, да. Поэтому они проделали очень огромный путь, чтобы в итоге оказаться в Нижнем Новгороде. Друзья, у вас есть замечательная возможность получить эти подарки. Я напоминаю, что вам нужно сделать. Вам нужно позвонить по телефону 42 30 99 и 5, кнопка 2. Оставить заявки на игру, на наш новогодний розыгрыш Ко, под знаком Ко. Вот, тогда мы вам позвоним, сыграем с вами в замечательную игрушку. Если вы выиграете, тогда вы участвуете в розыгрыше, во-первых, наших подарков от наших гостей, а во-вторых, путевки в Грецию. Но, мне кажется... Тихо-тихо, я сейчас сам позвоню, подожди, я хочу в Грецию. Я, конечно, там бывал, но я с удовольствием... Дмитрий это делает уже за эфиром, но я напоминаю, что у нас Дмитрий принес еще раз, что и откуда. Еще раз, что и откуда. Во-первых, это замечательный магнитик из Новой Зеландии. Новой Зеландии. С некого фолкового фестиваля, который там проходил. То есть, ребята собирались абсолютно творческие, интересные, креативные. Там было огромное количество каких-то цветов. Жиральдин, по-моему, назывался городок. Он маленький, но там каждый год проходит этот фестиваль. Мы попали на него вообще случайно, просто проезжали мимо. Увидели в городке толпу народу, которая преградила нам путь. Мы решили, что это знак, мы остановились и вышли посмотреть. Вот оттуда эта замечательная гитара, которая навсегда напоминает мне лично об этом фестивале. Пусть она принесет и какой-то музыкальности, и творческой деятельности человеку, который выиграет. Правильно, правильно. Ну, а второе, это... Как называется вот эта штука, я всегда забываю. Термометр? Термометр, да. Термометр. Термометр. Из замечательного города. Гуанчжоу. Гуанчжоу. Гуанчжоу, это очень крупный город на юго-востоке Китая, 15-миллионный город. Кентон Тауэр, это самая высокая телебашня в мире. То есть это вот термометр, который был куплен именно в ней. Я поднимался на самый верх, там проходило свободное падение. Оно входит в книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в мире высокое падение. То есть ты падаешь с высоты 488 метров до высоты 468 метров примерно. Это очень страшно, мы испугались вообще все, мы втроем путешествовали. Вот, и наверное, да, я желаю тому человеку, который выиграет этот приз, таких же высот, как эта самая высокая телебашня в мире, достичь в 2015 году. Да, ну мы положим эти подарочки к нам под елку. Чтобы их выиграть, звоните нам по телефону 4230995, кнопка 2, оставляйте заявки на участие в игре. Ну, Дмитрий, я тебе от себя желаю еще больших побед в новом году. Ты уже очень многое сделал в 2014, мне кажется, еще многое предстоит сделать. Ну и, конечно, удачи и развития Лиги КВН Мешвуз. Лиги КВН Мешвуз и вообще мне, как ведущему, спасибо тебе большое. Я действительно 2015 год строю просто грандиозные планы. И то, как моя жизнь изменилась сейчас, в 2014, я уверен, что в 2015 она изменится еще лучше, еще более к лучшему. Ну, а на студии был Дмитрий Сахно, директор региональной Лиги КВН Мешвуз. А прямо сейчас информация с дорог города.